Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 14 лет назад, когда я приехал в Израиль Я когда это услышал, думаю, вот это да Спасибо, думаю, тебе, Нехама Потому что ты мне так вот, ну, открывали глаза В языке Понимаете? Это нам объясняла израильтянка, учительница Она говорит, что слово шалом Это мир, за который цену заплатили Это не просто мир Но мы-то понимаем, кто заплатил цену сегодня, правда? За этот мир Вот вам Как бы привязки вот эти Как работает внутри нас спасение Это цена заплачена за это спасение Мы получаем мир с Богом Мы примиряемся с Ним Когда мы имеем мир с Богом Мы этот мир имеем даром Но за него заплачена очень высокая цена Вот что мы должны понять То есть спасение нам всем дается бесплатно даром Но Отцу Небесному это стоило Жизнь собственного сына Он за это заплатил По самой высокой цене И Раби Шауль здесь вот свободно цитирует Книгу пророка Абакука Он говорит, что праведный верою жив будет Ну вот так в русском Вы видите, конкретно написано Цадик Бэйнато Иххель То есть праведник своею верою жив будет Невозможно эту веру дать кому-то Ну и я хотел вам показать Что на самом деле цадики бывают По Писанию Причем Такие же вы не поверите Новый Завет Евангелие от Луки Вы же понимаете, что Захария и Елисавета Это родители Йоханана Мадбиля Помните? Иоанна Крестителя Правильно вообще Иоанн Погружающий Слово Крещение Оно от слова Крест Это изобретенный термин В русском языке Подразумевающий Окунание На самом деле Погружение Крещение Это искусственно Слово придумано Корень слова Крест С этим связано Ну ладно Так вот Родители Иоанна Погружающего Они же кем были? Иудеи Да Коген Он священник был Захария То есть они были иудеями Понятно Не христианами Иисус кстати тоже не был ни разу христианином Даже не слышал Такое слово Серьезно Ну и апостолы Соответствия Двенадцать Мне приходилось Я говорил На других лекциях Слышать просто До чего доводит Теология Подобного рода Когда Ребята В Америке Они живут Славянская община И говорит Значит Иов был Хорошим Христианином Иов Да А сатана Для того Чтобы его искушать Просил у Иисуса Христа Допуск Реально это в интернете есть То есть Это теология Понимаете у людей Знаете о чем это говорит? Образ отца Полностью удален Только Иисус Больше никого Вот это перекос Никто не может вычистить Иешуа ясно говорит Отец мой больше меня Он говорит Сон как раб пришел Он полностью Во всем подчинился Отцу Просто мы знаем Кто рожает Отец сына Или сын отца Простые же да Вещи Отец Ни разу Никогда не написано Чтобы он Исполнял Волю сына Он отвечает На его молитвы Да Но сын Исполняет Волю отца То есть Все таки Есть А сложно Заключается в том Что в христианском мире Вот Хотя все это выровняет Понимаете Поэтому рисуют треугольники Равнобедренные Ну Равносторонние А я вот не понимаю Природу Бога Поэтому я вижу Что есть отец Есть сын Естественно Святой дух Потому что Бог есть дух Он только святый Может быть Дух А дальше Ничего не понимаю И не пытаясь Об этом размышлять Теперь О праведниках Праведники Нового Завета Но они были Как бы не в Новом Завете Они жили еще По законам Тогда И такие люди Всегда были Евангелие От Луки Пятый стих И шестой Первое С самого начала Лука Первая глава Пятый стих И шестой В одни ирога Царя Иудейского Был священник Из Авиевой Череды Именем Захария И жена его Из рода Аарон Имя ей Елисавета Оба Они были Праведны Перед Богом Поступая По всем заповедям И уставам Господним Беспорочно Аминь Нам всегда говорят Невозможно Выполнить Все А тут написано Поступая По всем заповедям И уставам Беспорочно Я думаю Здесь правду сказали Или нет Как вы считаете Другое дело Ецера Или то что Считается Первородным грехом Вот с этим Трудно разобраться В принципе Человек может Жить по заповедям Реально может Но даже это Не дает ему Наследовать Вечную жизнь По факту Мы это видим Нужно Нечто Большее Нужно Участие Мессии Нужно Его жертва Чтобы покрыть Те грехи Которые Невозможно Как бы Исправить Исполнять Заповеди Почему так написано Если Захария Когда-то Что-то Сделал Неправильно Он брал Животное Приносил Его в жертву И поэтому Написано Он по всем Заповедям И уставам Беспорочно Поступал То есть Он полностью Выполнял Все предписанное Это не значит Что он не грешил Он был праведник Мы же тоже С вами праведники О Видите Какое Аминь Уверенное А мы что Не грешим А почему Потому что Не все получается Даже если Мы очень хотим И стараемся Понимаете Вообще В Библии Много таких Примеров Обратите Внимание Песах Ну вот Песах Вечером Зарезали Яхненка Замазали Вход в дом Кровью Зашли в этот дом Закрылись И все Ангел смерти Прошел Мимо или нет Прошел Почему Потому что Он подходит К этому проему Он видит Все замазано Заляпано Кровью Для него Эта информация Здесь уже убили Здесь уже взяли Мимо проходит Кровь информирует А тем Либо пиять может Например Но там За дверью Сидели Несовершенные люди Они просто защищены Были Понимаете Кровью Агнец Вот этого Которым стал Потом Ишон В этот же день Утром Муж мог поругаться С женой Мог где-то Что-то там И даже Может быть Взять не свое Но Когда он Вечером Все сделал По Божьему слову И кровью Запечатал вход Не мог войти Туда Ангел смерти Это не значит Что я выписываю Сейчас лицензию На грех Я просто Объясняю Как это работает Спасенный человек Думает Только о том Как не грешить Друзья Когда люди говорят О, так что Теперь можно Просили перевести На вибрацию Далеко слышно Чистота какая Диапазон звука Я имею Поэтому И Захарес И Елизавета Они да Они наверное Где-то что-то в жизни Делали Какие-то ошибки Но Направленность И была Абсолютно К Богу Это Коген Священник И она Из рода Рона Это люди выросли В такой среде Там где-то Чуть малейшее Все Они уже Чувствуют Это обречение Это люди Которые обладались Духом Святым Сейчас Ну так говорят Дух Святой был На Ветхом Завете А сейчас В нас Слышали Так У меня такое ощущение Что современные верующие Они больше Духовные И больше Носители Святого Духа Чем Пророк Исаия Чем Царь Давид Ну там Те кто Библию написали И вот Как-то У меня Не соединяется Не знаю Как у них У меня Не соединяется Праведник Он жив Благодаря Своей То есть Ты Я Каждый из нас Мы должны Принять решение Будем мы верить Или нет И поэтому Нужно распространять Евангелие Поэтому Павел Говорит в этом Отрывке Я не стесняюсь Это делаю Не стесняюсь Это все равно Что человек Болен Смертельно Болен У вас Есть лекарства Да И вы достаете Ему такие Желтые маленькие Таблетки Говорите Вот На Выпей Будешь здоров А он смеется Над тобой Говорит Ну ты вообще С ума сошел Ты что думаешь Что я вот это съем И я стану здоровым Не может быть И не верю Понимаете Вот так это выглядит Я поэтому Не обижаюсь На этих людей Они Ну реально Не знают Просто этого Надо им об этом Говорить Я наверное Говорил на других Лекциях Я помню Как надо мной Очень искренне Смеялся Мой Минель Абудар В порту Когда я сказал Что в радуге Семь цветов Он просто Зашел со смехом Он надо мной Смеялся Как над Глупым туземцем Который просто Бред какой-то Несет И он говорит Я вижу только четыре Какие семь Понимаете Да Ну он закончил Шесть классов Всего То есть не дошел До физики Я так понимаю В Израиле До седьмого класса Вы знаете Да Картинки рисует Он не знает Что белый свет Раскладывается По спектра На семь цветов А я знаю Я вижу радовый Понимаю Там семь цветов Он видит Только четыре И то что он видит Это и есть И как на него Обижаться Зачем Обижаться На человека Его жалко На самом деле Что он простых вещей Не знает Не образованный Вот так и с Евангелием Вы Не стесняетесь Благоветствовать Не стесняетесь Говорить о Боге Именно У Ишуа У Мессии Потому что в этом Есть огромная Сила Он был Величайшим Израиленов Когда-либо Живших на земле Поэтому Когда меня спрашивают Почему я в него верю Я говорю Что я являюсь Последователем Именно его Равинистической Школы И я Передаю Учение Этого раба Который признанный Рав Израиле Был И за пределом Его тоже Более того Ни один другой Рав Не распространил Свет Толи Так как Этот Равин Последний Пигмей Знает Иисуса Христа Пойдите Спросите Там же Никто не знает Там Ни рабе Акиву Ни рабу Бензакая Они не понятия Не имеют Кто они Где они жили Там Ни Раша Ни Маймонида Никого Их они И знать не хотят А этого Равина знает Поэтому Мне нечего Стесняться Там был Равинов Израил К нему Приходили Первосвященники И не могли Противостоять Его Мудрости Дело в том Что В нас Должна быть Вера Которая Движима Любовью К Богу То есть Если мы Представим себе Что вера Это тот мотор Который Толкает Нас Вперед То топливом В этом моторе Должна быть Любовь Именно Такая Вера Движимая Любовью К Создателю Формирует В нас Правильное Состояние Правильное Отношение Закон Как можно Не любить Закон Который Дал Бог То есть Тогда Ты Бога Не любишь Закон Комментарный вопрос. Когда люди хотят что-то вычеркнуть из своей жизни, они говорят, это война. От того, что они это сказали, оно никуда не исчезнет. Более того, они сами в руках держат этот закон и говорят, что Бог его отменил. Тогда не пользуйся им, если Он его отменил. Живи тогда, как ты хочешь, как ты будешь проповедовать вопрос. Ты же каждый раз его открываешь и читаешь. Не убей, не укради. Это же закон. Дорогие друзья, шалом. Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Oasis Media. В 2013 году, в январе, мы запустили этот проект. И наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов, чтобы интересующиеся могли понять, рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции. Уверен, что это помогает вам у вашей веры, чтобы становиться и возрастать и понимать Писание намного больше. Вместе с этим я хочу напомнить вам, что этот волонтерный, добровольный проект мы ведем, выкладываясь полностью. И лучшие люди работают над ним. Это стоит нам денег. Я не очень люблю просить, но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой. Если Господь располагает вас, ни в коем случае вы ничего не обязаны. И вы все-таки захотите пожертвовать 2, 5, 3 доллара, сколько захотите, то при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с иврита, давать вам видеть большее количество учений. И я уверен, что это будет благословение и для вас, и для нас. Мы создали такую возможность. Если вы нажмете вот на эту кнопку «Донейт», «Пожертвовать» и войдете в нее, то там будет возможность через PayPal-систему сделать небольшое пожертвование. Это будет благословением. Уверен для нас, уверен для вас. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы с Оазис Медиа.